Так, что делать с конкурентами? Конечно же, их надо изучать. Это сильно помогает в выстраивании своего личного бренда. Хотя, согласитесь, что иногда хочется не изучать их, а просто подойти вот так вот и... Всем привет! С вами Кир Уланов, маркетинг-ревизор. А это у нас продолжение серии выпусков про личный бренд. По строению личного бренда, личного маркетинга. В прошлом выпуске я рассказал вам про первый шаг. Мы его разобрали. Выбор позиционирования. Обязательно посмотрите его. Вот этот красавец, если еще не смотрели. Ссылка на него будет в описании. В этом же выпуске мы идем с вами дальше. Следующий ключевой этап – это составление УЛП, уникального личного предложения. Но сначала этот шаг потребует от вас пару важных действий. И прежде, чем мы перейдем к УЛП, все эти действия мы с вами, конечно же, подробно разберем. Итак, первое действие, которому посвящен этот выпуск – это анализ конкурентов. Конкуренты – это ваш ориентир на рынке. Вы должны для себя тщательно за ними следить. Даже если они, окей, например, ниже вас уровня. Да-да. Потому что вы никогда не можете знать, где найдете интересную идею для своего усиления. Для проведения грамотного анализа конкурентов нам нужно выполнить два действия. Первое. Это что? Не слышу. Ну выявить их, конечно же, народ, вы чего? Ставьте лайк. Лайк. Если это логично. Вам нужно выписать для себя вот так вот на ладошке несколько конкурентов. Сколько именно нужно, скажу вам позже. Чтобы понять, кто вам конкурент, а кто мимо крокодил, вам нужно ориентироваться на критерии. Сейчас вы их видите на своем экране. Если какая-то компания или лицо подходит под эти критерии, записываем на ладошку. Всех подряд выписывать не стоит. Ладошек не хватит. Хотя если у вас много времени, большие ладони и нечем заняться, окей, попробуйте, это пригодится, когда вы соберетесь анализировать весь рынок в целом. В идеале вам нужно от пяти до семи конкурентов, которые соответствуют наибольшему числу критериев. То есть сильнее всего похожи на вас. На них и стоит ориентироваться. Что мы делаем дальше? Ну, мы зачем-то же выписали их всех, правильно? Значит, пора анализировать. Для аналитики нужно взять каждого из наиболее близких конкурентов и собрать всю информацию про них. Вам пригодится вот примерно такая табличка. Пройдитесь по каждому пункту и заполните про каждого вашего конкурента. Вписывайте сильные и слабые стороны, фишки, особенности в каждом столбце. И огромная просьба, не нужно подходить к этой задаче так, будто я какой-то супер злой учитель и нагружаю вас домашкой на выходные. Нет, это нужно в первую очередь вам. Так что, пожалуйста, подойдите к этому вопросу творчески и со всей ответственностью. Сервис, цены, особенности маркетинга. Чем глубже будет аналитика, тем лучше для вас. Ваша задача на этом этапе прочитать конкурента, чтобы вы в итоге поняли принцип, по которому конкурент выстраивает свою деятельность и на чем он вообще свой бизнес базирует. Глобально же вам нужно понять про каждого из конкурента главное, это преимущества и недостатки. Где вы видите слабости, а где вы испытываете зависть, так скажем. В результате у нас должно появиться четкое видение, что все эти люди, с которыми нам придется бодаться, обниматься, толкаться за право, держаться за поручень в переполненном автобусе рынка. Все мы это с вами берем за пазуху и что? Верно, идем смотреть следующий выпуск. В нем я перейду к следующему этапу. Детальной проработки своих собственных преимуществ. Будете прорабатывать свои собственные? Знание сильных и слабых сторон конкурентов поможет нам с вами, вам, найти, проанализировать свои собственные. Ну, в идеале, конечно, проработать конкретно плюсы. Так что подписываемся на канал, ставим лайк и жмем в колокол. Впереди будет много полезного и важного. Это правда, это факт. Так что не переключайтесь. Этот выпуск для вас подготовил Кир Улана, маркетинг-ревизор. Я буду ждать вас в новых выпусках, искренне. А если вы не придете, не рискуйте. В нем я перейду к следующему этапу. Детальной проработки своих собственных преимуществ. Ваших. Знания сильных и слабых... Я здесь, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok